А вы любите книги? Думаю, что ответы будут разные. Кто-то глотает их одну за другой, а кто-то, наоборот, совсем не любит читать. А может быть, те, кто не любит читать, не желают этого делать просто потому, что у них не получается? Вот и у Мэйделин беда с чтением. Она не любит читать ни книжки, ни журналы, ни даже рекламу мороженого. Слова разбегаются, буквы путаются, смысл ускользает. А ей так хочется получить звездочку от учительницы, поверить, что она не хуже других. Мэйделин убеждена, что совсем не любит читать. Так ведь проще справиться с горькой обидой. Но в один прекрасный день мама приводит Мэйделин в библиотеку, где девочку ждет кое-что необычное. Ей предлагают почитать собаке. И оказалось, что это не так уж и плохо, когда читаешь книжку вслух для Бонни. Потому что Бонни не сердится, если девочка запинается. А кроме того, можно погладить собаку, пока выговариваешь трудное слово. И вообще, хорошо читать, когда не боишься сделать ошибку. А придумала эту замечательную историю писательница Лиза Папп. Она с детства любила придумывать истории, равно как и рисовать. Будучи еще совсем маленькой девочкой, она начала делать первые наброски в блокноте. Сегодня Лиза Папп продолжает создавать удивительные истории для юных читателей, которые сама иллюстрирует. За книгу «Мэйделин Финн и библиотечная собака» в 2016 году Папп удостоилась награды «Выбор родителей», а в 2017 – лучший автор по версии детей. «Я не люблю читать ни книжки, ни журналы, ни даже рекламу мороженого. Особенно я не люблю читать вслух. Надо постараться, Мэйделин Финн, – говорит мне учительница. Но некоторые слова мне никак не выговорить, а некоторые предложения застревают комком в горле. А когда я ошибаюсь, кое-кто хихикает. И наклейку «звездочку» от учительницы я ни разу не получала. Учительница мне даже не улыбается. А получаю я только сердечки, которые означают «надо стараться». Этих сердечек у меня целая куча. А я хочу звездочку. Но звездочки дают тем, кто хорошо читает, то есть тем, кто понимает прочитанные слова и правильно их произносит. А еще я знаю, звездочки дают тем, кто добивается своего. Вот и я хочу добиться своей собственной звездочки. Но ни в понедельник, ни во вторник звездочку я не получила. Наверное, придется подождать. В среду учительница сказала мне, что надо стараться. В четверг я не смогла правильно произнести имя Зайца. Его звали Симуэль. Я хотела называть его просто Сэм, но учительница была против. Лучше не стало и в пятницу. В субботу мама повела меня в библиотеку. «Здравствуй, Мэйделин Финн», – сказал мне миссис Димпл. Она у нас библиотекарь. «Я не люблю читать, напомнила я на этот случай, если она забыла». «Помню, помню», – сказала она. «Но сегодня у нас кое-что особенное. Пойдем, тебе понравится». «Мэйделин, а ты не хочешь почитать собаки?» Миссис Димпл подвела меня к большой белой собаке. «Может, выберешь книжку и почитаешь ей?» «Это Бонни. Она любит, когда ей читают». «Бонни славная, похожа на белого медведя». «Ты постараешься?» – спросила меня мама. «Постараюсь», – еле слышно ответила я. Сначала я ужасно волновалась. Буквы у меня путались, и слова я произносила неправильно. А потом я посмотрела на Бонни, и она посмотрела мне прямо в глаза. Бонни совсем не хихикала. Мне стало спокойнее, и я снова принялась читать. Тут я опять запнулась на трудном слове, но Бонни не обратила на это внимания. Она положила свои большие лапы мне на колени, и я гладила ее до тех пор, пока не справилась с этим трудным словом. А потом каждую субботу я читала книжки вместе с Бонни. Хорошо читать, когда не боишься сделать ошибку. Бонни научила меня не торопиться и стараться. Как раз то самое, о чем говорили мои сердечки. Звездочку я еще не получила, зато я научилась терпенью, как Бонни. Скоро нужно было снова читать в классе. Но когда мы пришли в библиотеку, Бонни там не оказалась, да и миссис Димпл тоже. Может, подождешь, когда освободится другая собака? Спросила меня библиотекарь, которая была вместо миссис Димпл. Спасибо, нет, ответила я вежливо. Не расстраивайся, сказала мне мама дома. Просто Бонни сегодня очень занята. А как же школа, спросила я. У тебя все получится, сказала мама. Просто представь себе, что ты читаешь для Бонни. В понедельник с самого утра я очень волновалась. Мэйделин Финн, ты готова продолжить чтение? Спросила меня учительница. Готова, ответила я еле слышно. Первое предложение я прочла легко. Потом запнулась на одном слове, потом на другом и услышала хихиканье. Но тут я подумала о Бонни, поглубже вдохнула и представила себе, что она рядом со мной. И вдруг я обнаружила, что нахожусь уже в конце страницы. Я подняла глаза на учительницу и увидела, что она улыбается мне. У меня все получилось. Я заработала свою звездочку. В субботу мы снова пошли в библиотеку. Миссис Димпл уже вернулась. И получила звездочку, сообщила я ей. И хочу отдать ее Бонни. Вот и славно, кивнула мне миссис Димпл. Я думаю, Бонни тебя тоже кое-чем удивит. Ну что, Мэделин Финн, не почитаешь ли ты книжку для Бонни и ее щенят? Конечно, почитаю, сказала я громко и радостно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok